Всего пару лет назад здесь были заросли кустарников, а уже сейчас все меняется на глазах. Развернуто масштабное строительство. На улице Иркутской возводят здание арбитражного суда. Идет активная подготовка к дорожным работам. И совсем скоро здесь же будет разбита парковая зона с возможностью выхода к Волге. Исторически так получилось, что Ворошиловский район, который находится на Волге, не имеет доступа к воде, к Волге, к самой. Вот этот парадокс. Так он и был. Мы как раз и созданием такой серьезной территории развития здесь создаем возможность и обеспечим допуск людей, проживающих в Ворошиловском районе, либо гостей непосредственно к Волге, где планируется создание таких серьезных общественных пространств, современной набережной, большого такого променада. Это место будет новой территорией деловой активности и досуга. А ее центром станет новое шестиэтажное здание арбитражного суда. Его общая площадь превышает 16 тысяч квадратных метров. Уровень готовности сегодня 45%. Следующий шаг – обеспечение транспортной доступности. В планах увеличение пропускной способности уже существующих дорог и продление ракадной магистрали с выходом к зданию суда и улицы Иркутской. Идется разработка оптимальной схемы движения транспорта в этой части Ворошиловского района. Это позволит обеспечить транспортную доступность со строительством ракадной дороги и соединить дополнительно центральные районы города уже непосредственно с Ворошиловским, ну и практически в Советский район выйти. Сейчас, естественно, нам необходимо сосредоточиться здесь, создать инфраструктуру, в том числе дорожную, транспортную инфраструктуру, чтобы люди, которые здесь проживают, почувствовали изменения. Основа для масштабного строительства и благоустройства – берега укрепления. Уже построен участок протяженностью 280 метров в районе живой застройки от улицы Иркутска до улицы Одесской. Теперь отсюда предстоит продолжить берегу укрепительные работы по направлениям к северной и южной частям города. Проект очень интересный. И в такой-то степени, так как располагается очень близко к Волге, и фундаменты очень сложные были. Мы выполнили 428 ворона Бивынг с диаметром 1000. И сделали противопрекционную завесу, чтобы грунтовая вода не подходила к зданию. В количестве 380 штук по всему. Дренажная система, которая была выполнена тоже, сейчас она уже на 100% работает. И это дает такой эффект, что вода к зданию не подходит. Итогом работ, которые ведутся в рамках 10-летней программы развития областного центра, должно стать превращение этой территории в новую точку роста. И не только Ворошиловского района, но и всего Волгограда. Следующий шаг – создание центра семейного отдыха на острове Сарапинском. Мы понимаем, что он реализуемый. И понимаем, что он даст городу Волгограду и Волгоградской области колоссальное развитие. И они будут перекликаться между собой. Современный деловой цен, современный цен семейного отдыха. Это очень важная история. Надо рассматривать это все в единой такой экосистеме. Это требует таких серьезных затрат. Но если мы сегодня не будем думать о будущем, то будущего не будет. Елена Троян, Евгения Савичева, Виктория Зубкова, Алексей Алтухов. Волгоградская правда.